Приветствую вас всех! Драгоценная Церковь Господа Иисуса Христа. Постараюсь быть кратким. Думаю, что вы устали уже, но снизойдите еще ко мне. Поделюсь словом. Буду читать место Священного Писания. Это будет филиппийцам, послание филиппийцам, 2 глава, с 1 стиха. Там написано так. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то вы дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению и по тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого высшим себя. Не себе только каждый заботься, но каждый о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Аминь. Я становлюсь на этом слове, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. На протяжении жизни у верования я многие мнения слышал насчет чувствований. И здесь чувствования Христовы. Это что-то особенное, что-то такое, что нету в этом мире греховном. Понимаете? И обратите внимание, ибо в вас должны быть. То есть, не то, что может быть выборочно у кого-то, ну, есть дар чувствования Христовы. Или, может быть, кто-то способен иметь чувствование Христовы, а кто-то не способен. Вот. Но здесь написано, у вас должны быть. И сегодня хотелось бы иметь такое немножко краткое общение, что это такое чувствование Христовы. Понимаете, если взять жизнь самого человека, вот, если у человека пропадают какие-то чувства, то есть чувство боли пропало, кажется, ну, можно радоваться, правда? Тебя, например, кто-то колет руку, да, но тебе никакой боли не ощущается. Можно радоваться, ты освободился от боли, да, но тебе режут руку, рану делают, вот, и ты ничего не чувствуешь. Это уже что-то настораживает, правда? Если, конечно, боль ушла какая-то, ну, значит, человек выздоравливает. Слава Богу. Но если ты видишь, что рука покалечена, и ты не чувствуешь боли, тебя это настораживает. Были такие моменты, вот, долго косишь траву, правда? И у кого-то начинает рука, вот, именно у меня, может, начинает рука там, где газуешь, вот, постоянно, начинает рука аниметь. То есть, ну, вроде бы, рука целая, то есть, цвет руки не меняется, но ее начинаешь ты не чувствовать. И что делаешь? Косишь дальше? Нет, останавливаешься, разрабатываешь эту руку, кровь начинает ходить, и ты начинаешь опять ее чувствовать. Ну, опять дальше делаешь свою работу. И что я хочу этим сказать, что, если люди так о теле своем заботятся, то есть, если какие-то чувства пропадают, или еще что-то, они массажируют эту руку, или идут к врачу. Врач именно говорит тебе, что за болезни у тебя, почему это так происходит, какие-то витамины, может, нужно пить, какую-то гимнастику нужно делать, или еще что-то, массаж какой-то. Вот, человек, ну, заботится о своем здоровье, правда, физическом. А что происходит о духовном? А в духовном, бывает, происходит не так, как нужно. Бывает, у человека сначала как бы и уверовал, и слава Господу, и чувства были очень хорошие, правда? Но потом почему-то закрутилось где-то, мир начал привлекать, чувствования начали исчезать, которые были раньше очень такие яркие, вот. И ты на это не обратил внимания, и в итоге они вообще исчезли. И в итоге ты начинаешь такое, как бы, мнение делать, ну, на чувствования не надо полагаться, вообще они почти, может, и не нужны. Надо только на Слово Божие. Но если так вот взять, только на Слово Божие можно дойти до такого состояния, что вот грешница взята в прелюбодеянии, что сделать? В Слове Божие написано «побить камнями», значит, побить, и никаких. Нету чувства милосердия, нету чувства сострадания. Это все повымирало, понимаете? И духовный человек как бы делается вот таким черствым, понимаете? Но здесь не просто так написано, что должны иметь каждый из нас, верующий, чувствование Христовое. И с чего они начинаются? Понимаете, чувства – это что-то такое, что не видно, понимаете? То есть пар даже можно увидеть. Пар начал быть, и он исчез через какое-то время. А как чувства увидеть? Самое первое чувство – это, помните, когда ученики шли в Имаус. И Иисус незаметным каким-то образом, как собеседник, пристал к ним и имели беседу. Он им истолковывал Писание. И когда он начал уже потом преломлять хлеб, помолился и исчез. И какие они говорили мысли, высказывали? Они высказывали не то, что он говорил, какое Священное Писание, место. А они говорили, не горело ли у нас сердце. То есть вот какие признаки? То есть мы его не познали. Не познали его. Это наша ошибка. Но сердце-то нас не обмануло. Оно горело у нас точно так же, когда-то нас Иисус учил еще до страданий на кресте. Понимаете? И вот это чувство. Не горело ли у нас сердце? И вот это запечатлилось у их на всю жизнь. Понимаете? Во время, когда трудное приходит, и ты молишься, бывает, и не видишь Иисуса, но ты его сердцем в духе ощущаешь. Горит сердце твое. И ты полностью начинаешь успокаиваться, понимая, что Иисус рядом около тебя. Что мне нечего, нечего страшиться, нечего, нечего в панику бросаться. Иисус около меня, потому что горит сердце. Я доверяю этим чувствам. Понимаете? Но бывали такие моменты, как не сошелся ты с кем-то в мнениях, во время беседы, да и взял еще поссорился. Вот. И что происходит тогда? Сердце тоже внутри подсказывает дух, что ты неправильно сделал, неправильно поступил. Томление в духе. И так и хочется пойти и примириться, правда? А когда примирился, что делается? Сердце опять загорается. Почему это все происходит? Это нормальные процессы происходят в духе. Понимаете? И Господь, Он побуждает, что у вас должно это быть, должно происходить. Не заглушайте этого. Это можно заглушить. И перестанет вот этот поток жизни литься в ваших сердцах. И что я хотел еще сказать с таким примером, как сегодня читалось, вот именно брат читал, и из этого я увидел, почувствовал, хотел бы сказать, увидел вот именно, что Господь хочет, вот это слово сегодня, чтобы я высказал вот о этих чувствованиях Христовых. Понимаете? Помните, как женщина, вот, прикоснулась к Иисусу? И Иисус говорит, что прикоснулся ко мне некто. И знаете, я понимаю, когда ты прикоснулся, и человек почувствовал телом даже, что к нему прикоснулись. Ну, а как Иисус мог почувствовать, если к одежде его прикоснулись? Это не к телу прикоснулись, а к одежде. Понимаете? А все только потому, что Иисус говорит, что я чувствовал, что из меня вышла сила, которая кого-то исцелила. Понимаете? И казалось бы, ну, Господи, ну, как-то логически подумать, ну, пошли дальше, зачем нам здесь тормозить? Все-таки там вот у нас дело есть, нужно исцелить вот эту дочь. Пойдем дальше. Но Иисус останавливается почему-то. Для меня долгое время было как бы загадкой. Ну, исцелил Господь женщину. Ну, слава Богу, пошли дальше. Для Иисуса, знаете, важно было то, чтобы каждое исцеление, каждая вышедшая сила из Иисуса Христа, она прославляла Отца Небесного. Понимаете? И представьте себе, если вот они пошли бы дальше, то вот это чудо исцеления, оно бы ушло бы в небытие. Понимаете? А так Иисус остановился. Он все равно целеустремленно говорил, что и искал ту, которая воспользовалась вот этой силой. И найдя, он не укорил ее. То есть не сказал, что, ну, хорошо, ты исцелена, но за то, что ты не по праву находилась среди народа, я накажу тебя. Нет. Он даже похвалил ее за веру, за это дерзновение похвалил. Но это все было во славу Отца Небесного. Понимаете? То есть вот это чудо исцеления, оно преобразилось вот в видимую форму. Понимаете? И весь народ увидел все-таки, что это исцеление все-таки пошло дальше. Слава Богу, у кого-то, может, вера поднялась. Понимаете? И точно так же, может быть, кто-то сегодня тоже прикоснулся к Иисусу Христу и почувствовал исцеление, или почувствовал, что сердце загорелось. И где-то душа или тело говорит, да ладно, никому не говори только, не свидетельствуй никому. И получается так, что, ну, это будет, наверное, первый и последний раз у тебя. Только потому, что ты не воздала славу Господу, только потому, что ты не прославил вот этим Господа. То есть есть такая возможность просто сказать, засвидетельствовать, что сегодня чувствую Духа Святого прикосновения. Чувствую, горит сердце мое. Я благодарна за это Господу. Понимаете? Многие люди, они не чувствуют этого. И от этого даже ложное учение влазит. Говорят, что учат так других. Я встречал на своем пути, которые говорили, да не полагайся на эти чувства. Мало, что они идут вместе со Словом Божиим. Не полагайся, надо только на Слово Божие. Но внутри Дух подсказывал мне, что не слушай Его. Иди так, как я тебе учу. Понимаете? И я благодарен Господу, что вот это помазание, которое научит вас, от этого есть так написано, что даже этим путем пойдет неопытный. И что? И не заблудится. А неопытный, кто это такой? Это тот, кто не имеет духовного образования. Тот, кто не имеет такой ревности положиться на свой такой опыт или разум. А он только полагается на то, что Господь ему дал. Вот это чувства отцовские. Вот это помазание, что Господи, а как сейчас? Вот такая-такая ситуация. А как мне сейчас поступить? Знаете, сколько таких моментов у меня в жизни было, где, кажется, критическая ситуация. А как поступить? Становишься на колени и чувствуешь вот этот огонь. Вот этот мир приходит еще больше, чем был раньше у тебя. И я успокаиваюсь. Понимаете? И от этого потом проходит какое-то время и смотришь. А что было бы, если бы я не стал на колени? Не помолился бы. Сколько лишних движений можно сделать? Сколько лишних таких поездок ненужных? А ты просто встал, помолился, и Господь тебя успокоил. И проходит какое-то время, и ситуация чудным образом разрешилась. Понимаете? И так думаешь, Господи, как чудны Твои дела. Как благословенно вот именно полагаться и стремиться вот именно к чувствованиям Христовым. Нас Господь вот учит вот своим поведением. Казалось бы, зачем Господу искать? Ну, прикоснулся некто. Отступи от Своих целеустремленных таких действий, искать вот эту душу. Кто прикоснулся? Иди дальше. Но Иисус имел такую цель. Во всех Своих поступках, делах прославлять только Отца Небесного. Он так и говорил, что я ничего не творю сам от себя, но то, что вижу у Отца моего творящего, то и творю и делаю. Слава Иисусу! Драгоценные! Я посмотрел еще на некоторые места Священного Писания и увидел, что вот эти чувства иногда, бывает, обманывают нас, те, которые вот у нас еще чувства есть плотские, есть душевное чувство, но есть и духовное. И в самом начале уверования, то есть я видел такие у себя внутри борения, такие сопротивления. Тело одно говорит, и думаешь, кто его и знает, может, это духовное чувство. Душа говорит совершенно другое, и думаешь, может, это духовное, понимаете? Но со временем, когда бывает, что много ошибок ты наделаешь, где-то послушаешь свои плотские чувства, вот, и потом видишь, что, ну, угодил плоти, а Богу ничем не угодил, понимаете? И потом уже чем-то учишься на своих синяках духовных невидимых, вот, и потом уже смотришь, нет, я к этому не буду прикасаться, понимаете? И я так посмотрел по жизни, что Господь очень желает, чтобы каждый стремился иметь чувствование Христовое, что это дано под силу каждому верующему, любящему Иисуса Христа. Каждый может чувствовать, понимаете, Иисуса Христа. И меня вот один такой случай очень крепко зацепил. Это один пастырь свидетельствовал, когда был еще юн, вот, и его поставили только на пастыря, вот, и сразу представьте, очень много проблем в церкви. А как поступать? Никакого опыта. И вот такой ком трудностей. И он так вот однажды ночью сам рассказывал и говорил, что вышел так на улицу час ночи и говорит, Господи, дай мне какое-то знамение, столько трудностей, не знаю, как разрешить вот это вот, дай мудрости, дай знамение, что ты любишь меня и ты со мною, помоги, чтобы вот сейчас кто-то подошел среди ночи, час ночи и помолился за меня, поддержал бы просто, понимаете? И казалось бы, ну, вот на месте Господа, кого послать, кого разбудить? Та сестра точно ее нельзя будить, потому что она так и не почувствует, что я ее бужу. Тот брат, ну, встанет, потом меня обвинит. Вот так вот Господь может, ну, я чисто по-деревенски так вот, по-плоцки рассуждаю, вот, где-то Господь вот так вот думает, кого послать? Вот, вот того я не разбужу точно. Вот этот, ну, встанет, потом опять ляжет. Вот, вот этот не поймет, начнет молиться, хотя я его буду посылать к этому брату. И понимаете, вот этот брат говорит, я так только помолился, смотрю, кто-то меня догнал, возложил на меня руку и молится. И он говорит, что сегодня он благословенный брат, ему где-то уже за 80, ну, вот, вот такой вот в простоте. Ночью встал, ему Господь сказал, такое чувство пришло ему, пошел, благословил, но говорит, ну, для меня вот эта молитва была на всю жизнь. Я больше не просил знамения у Господа, она, вот эта молитва, вот это событие укрепили на всю оставшуюся жизнь. И сегодня этот брат, вот именно, очень благословенный. Очень многие получают ответы на свои такие тупиковые вопросы. Через него Господь очень благословенно действует. Понимаете? Вот этот брат, пастырь. И что я хочу сказать, что, может быть, вот кто-то думает, что, ну, я ничего сегодня не чувствую. Потерял какие-то чувства. Вот, чувства плотские меня одолевают. Сколько раз я пытался, и ничего не получается. Вот, но Господь сегодня хочет сказать, что, а просил ли ты когда-то прощения у Господа, что Господь когда-то тебя поднимал на молитву ночью за кого-то, а ты сказал, ну, Господи, подними кого-нибудь другого, я так сегодня хочу спать. Второй раз где-то поднимал, а уже третий уже не поднимал тебя. А потом, когда ты одумался, прошел, может, год уже, и потом такое заключение делаешь, что, ну, нет у меня вот этих чувств. Как-то они раньше были, но нету. А ты когда-нибудь просил прощения у Господа, что, Господи, прости, что я вот тогда не встала. Вот тогда ты меня побуждал, вот, подойти вот к этому человеку, а я не пошла. Или вот тогда нужно было кому-то просто помочь, или вот положить руку и помолиться, поддержать, потому что он трудно ему было, видно было это визуально, но я не пошел, не возложил эту руку, не помолился. Господи, прости. Знаете, без покаяния не придет вот это, опять процесс, вот этот вот, понимаете, чувствование Христовое, не придет он, понимаете. Господь не такой, как вот, например, папа бывает добрый так вот, ну, ладно, можешь не просить у меня прощения, я опять буду тебе помогать, и все вот такое. У Господа есть так написано, что я хочу, чтобы вы только признали вину свою, помните? То есть, не жертвы такой особенной, ну, вину признайте. То есть, посмотрите, где вы так и не покаялись, где вы малодушие допустили, но не покаялись. А вы теперь опять хотите расти, опять хотите подняться духовно, но какое-то препятствие, понимаете. Все делается с покаянием. Очень просто. Прийти как дитё. Господи, прости меня, помоги мне, дай возобновиться вот этому всему. Обнови мой дух. Помоги, чтобы эти чувствования Христовы опять были во мне. Понимаете, я как уверовал, пришёл вот сейчас вот такой на разум случай, как уверовал вот эти вот все яркие чувства, близости с Господом, и бывали даже непонятные такие, что вот молюсь, а Господь говорит, вот купи, пойди в магазин то и то, вот, и занеси вот этой старице, бабушке, ну, верующей. Ну, как-то хотелось сразу задать такие вопросы, а зачем, а почему наша одна, а столько пищи надо купить. Ну, не задавал вопросов. Купил, всё, пришёл, позвонил так, не смело, думаю, ну, наверное, ошибся. Она говорит, что Господь послал, послал тебя, говорю, да, слава Богу, наконец-то. Вот, оказывается, там собиралась группа молодёжи, и они после поста были, вот. А бабушке не было чем их покормить, вот. А тут вот так вот. Я думаю, Господи, слава Богу, что ты вот, ну, такое вот простое задание дал. Хотя я был не уверен, хотелось много вопросов задать Господу. Но, знаете, слава Богу, когда ты не задаёшь много вопросов. Пошёл, сделал и прославил Господа. Понимаете? Пусть Господь нас сегодня благословит в этом слове. Господь очень желает, и Он говорит ещё раз нам, что ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Они нам обязательно нужны. Давать десятину или не давать. Помочь этому брату или не помочь. Всё подскажет Дух, который у нас Христов. Слава Иисусу! Встанем, будем молиться. Прославим имя Его Святое. Прославим имя Его Святое. Прославим имя Его Святое.